МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цены на четыре десятка наименований продуктов под пристальным вниманием профсоюзов. В регионе продолжается народный контроль за ценами. Мы не предупреждаем магазины о том, что мы завтра появимся. На днях пройдут очередные аукционные торги, на которых будут выставлены здания, в том числе и в центре Гомеля. А теперь обо всем подробнее. С 1 июля изменятся правила начисления детских пособий. Те, которые выплачиваются на ребенка до трех лет, начнут пересчитывать дважды в год. С 1 февраля и с 1 августа. Напомню, при подготовке нового законопроекта вопрос о периодичности перерасчета пособий вызвал много споров. В целом же закон предоставляет людям, воспитывающим детей, равное право на социальное пособие, независимо от вида их регистрационного учета. Раньше было только по месту проживания, а теперь и по месту временного пребывания. Также документ предусматривает выплату пособий родителям-инвалидам до достижения ребенком в 18 лет. Помощь получат семьи, в которых родители-инвалиды первой или второй группы, и семьи, где один родитель-инвалид первой группы, а другой ухаживает за ним. Родителям-усыновителям и опекунам детей-инвалидов ставят пособие до 18 лет и в том случае, если они будут работать неполный день или выполнять работу на дому. Право на пособие получат беременные женщины, которые встали на учет до 12-недельного срока не только в государственных, но и в частных клиниках. Закон вступит в силу с 1 июля положение, определяющее механизм перерасчета детских пособий с 1 августа. Напомню, сейчас пособие на первого ребенка составляет чуть более 260 рублей в месяц. Это 35% от средней зарплаты. На второго и последующих детей почти 300 рублей или 40% от средней зарплаты. На ребенка-инвалида до 3 лет немного более 335 рублей или 45% от средней зарплаты. К другим новостям. Цены на четыре десятка наименований продуктов под пристальным вниманием профсоюзов. В регионе, как и в целом по Беларуси, продолжается так называемый народный контроль за ценами. В перечне 25 торговых объектов Гомельской области. Это как магазины шаговой доступности, так и крупные сетевые. Напомню, Федерация профсоюза выразила намерение заняться изучением цен и подписала соответствующее соглашение с Министерством антивонопольного регулирования и торговли. В центре внимания социально значимой группы отечественных товаров. Данные официальные статистики сопоставят с практической реализацией. То есть сравняют различие между заявленной ценой товара с фактической. К 12 числу каждого месяца полученные сведения будут передаваться в правительство. Кстати, рабочие группы посещают объекты без предупреждения. О народном контроле цен я поговорила с заместителем председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанной Гатальской. Нами создана рабочая группа из числа специалистов социально-экономического отдела. В эту рабочую группу входит председатель городского объединения. И мы осуществляем мониторинг за ценами. На областное объединение профсоюза вот конкретно, значит, поручено осуществлять мониторинг за ценами на продукты питания. Все, что мы с вами ежедневно кладем в продуктовую корзину. Мясо, молоко, птица, сахар, творог, сметана, ну и так далее. То есть 42 наименования таких продуктов питания определено. Это будут магазины шаговой доступности, что это и супермаркеты, и частная торговля. В большинстве своем это магазины потребка операции. То есть это 25 торговых объектов. И мы проводим мониторинг за ценами. Помимо города Гомель взяли для себя еще и регионы Гомельской области. Это и Брагин, и Добруш, Рогачев, Октябрьский, Лельчицкие районы. Работа эта новая. Значит, все, что мы сводим информацию, мы ее в последующем предоставляем в Федерацию профсоюза Беларуси. Ну а дальше, наверное, говорить еще об итогах рана. Эта информация будет аккумулироваться и представляться в правительство Республики Беларусь. Нашими коллегами сфера медицины мониторится. То есть обком здравоохранения мониторит услуги, оказываемые населению, плюс медикаменты. Обком торговли проводит также за мониторингами цен на товары народного потребления. Это обувь, одежда, канцелярские принадлежности, бытовая техника. Также мониторятся услуги связи, услуги ЖКХ. И вот до 12-го числа каждого месяца такую информацию от Гомельской области мы предоставляем Федерацию профсоюзов Беларуси. А вы уже посетили какие-то объекты торговли? Конечно. Вот я говорила, что мы выбрали для себя магазины шаговой доступности, разбив это на районы. Центральные, железнодорожные, Новобелецкие, советские районы. И помимо шаговой доступности магазины, то есть государственной, частной торговли, потребка операций и есть гипермаркеты. Ну, если даже вот заглянуть в таблицу, есть разница между гипермаркетами, между магазинами шаговыми доступностями. Ну, вот, например, возьмем свинина. 5,41 – это минимальная цена. И есть 7,20. Ну, это как пример. Сыр твердый – 10,29, 13,95. Если говорить, отслеживать, то есть в районах, вот как-то показано, что в районах немножко вот на сыр цена завышена, чем в городе. Ну, здесь очень есть много и субъективных, и объективных факторов, потому что мы, к сожалению, мониторим просто продукты питания, а есть еще очень много производителей. Конечно. Ну, вот скажите, вы все это изучите, мониторинги закончатся, все сведения будут поданы в Федерацию профсоюзов, да. И если окажется, что где-то цены действительно завышены, то их должны будут сделать ниже. То есть это, скорее всего, произойдет, либо это тоже очень много субъективных факторов, и это, скорее всего, аналитическая работа без стопроцентного практического воплощения потом. Я думаю, что все вот эти аналитические данные будут изучены от всех областей, правительствами Республики Беларусь, но и будут приняты какие-то конкретные мероприятия для того, чтобы для граждан это было лучше. Продолжаем выпуск. Пустующая площадь деблых промышленных гигантов надо активно использовать для организации предприятий малого бизнеса. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский. По его словам, пустующая площадь деблых промышленных гигантов, которые намерены создавать новое производство. Всего в Гомельской области сейчас свыше 200 тысяч квадратных метров свободных площадей. Это пятая часть от республиканской цифры. Из года в год их количество уменьшается. Вместе с тем появляются и новые объекты, на которых из-за, например, оптимизации останавливается хозяйственная жизнь. В первую очередь мы хотели бы, чтобы все объекты были задействованы, но то, что сегодня не нужно государству, мы предлагаем бизнесу для развития частной инициативы, для создания нового класса собственников. Чтобы вдохнуть жизнь в пустующую недвижимость, нужно найти новых хозяев. А чтобы найти владельцев, которые дадут импульс для развития таких объектов, важно их заинтересовать. Для этого существуют привлекательные льготы и преференции. Например, продажа объекта за одну базовую величину. А государство решает таким образом и еще одну задачу. Создаются новые рабочие места. Государство предлагает следующее. У нас, например, есть здание сооружения. Мы говорим, за одну базовую величину возьмите, и при этом создайте, например, такое-то количество рабочих мест. Даже тот, кто берет это здание, он сам называет, сколько он создаст рабочих мест. Найти информацию о свободных площадях теперь очень легко. Она расположена на сайте каждого райисполкома, ряда организаций, предприятий региона, фонда Гомель обл. имущества. Кстати, аукционы по продаже объектов недвижимости проводятся еженедельно. Заявки на участие заканчивают принимать за один день до аукциона. Ближайший аукцион у нас состоится 27 и 29 июня, 5 июля. Суммарно на них будет выставлено более 40 лотов. Выбор для наших покупателей очень широк. Это объекты как и в крупных городах, Калинка, Вечеречица, Гомель, так и на территории сельской местности. Площадь выставляемых объектов в городе Гомеле тоже различная. Она от 40 квадратных метров до 4000 квадратных метров. Если брать самые маленькие, это Белтелеком предлагает приобрести свои бывшие изолированные помещения. Самый крупный объект – это незавершенное строительством капитальное строение на улице Быховская, которое в дальнейшем можно использовать под частный медцентр или диагностический центр. Подробную информацию вы можете получить по номерам телефона в Гомеле 703-849 или 703-643. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...